Друзья мои, зашел я на сайт посольства Эстонии и у них есть новости и события и каждый год они делают отчет о соблюдении прав человека по странам и вот Эстония. И тут значит целый момент о том как соблюдаются права человека в Эстонии, о том что такое там бывает незаконный арест, о том что говорили о том что задерживают надолго беженцев, но все-таки вроде как свободы интернета есть. Свобода мирных собираний и объединений, свобода объединения видите, свобода передвижения и право покинуть страну. Защита беженцев, вот видите тут такая вот статья. Правительство сотрудничало с управлением Верховного коммерсанта Организации Объединенных Наций по делам беженцев, с прочими гуманитарными организациями в рамках обеспечения защиты и предоставления помощи беженцам, возвращающимся беженцам или сыскателям убежища, а также другим подмандатным лицам. Обработку заявления и предоставленные убежища осуществляет Департамент полиции и погранохрана. Понятно, да? Кто осуществляет? Погранохрана. Возможность получения убежища. Законом предусмотрено предоставление убежища статуса. Законом предусмотрено, но в августе парламент принял разработанный правительством закон, который предусматривает экстренный отказ от въезда в страну со стороны Департамента полиции и ходатайства международной защиты мигрантов. Особое положение закона распространяется исключительно на те ситуации, которые предоставляют угрозу общественному порядку и национальной безопасности. Они тут все это под эту гребенку гребут. Национальная безопасность, все, до свидания. Не пускаем никого. Вот. Тем не менее, эстонский совет помощи беженцам, другие заявили, что это нарушает международное право и принцип недопустимости принудительного возвращения. Но они принудительно не возвращают, они держат в тюрьме до Талава, а потом все равно выгоняют, потому что оскорбляют людей. Свобода перед лишением. Долгосрочное решение. Правительство принимало беженцев, а постоянное жительство предлагало натурализацию беженцам, проживающим на территории страны и помогало при добровольном возвращении домой. Матурализация доступна всем постоянным жителям страны после пяти лет проживания при условии сдачи обязательных экзаменов по языку на гражданство. Временная защита. Статус вынужден лиц без гражданства. Свобода и участие в политическом процессе. Такой документ вообще мощный просто. Выбор участия в политической жизни. Последние выборы. Ну, этот, вот в этом году, 2023, еще отчета нету, поэтому посмотрим, что они там напишут. Вот. Позиция правительства в отношении международных и правительственных расследований предполагаем на нарушение прав человека. Несколько местных и международных групп по правам человека в целом работали без заключения из основных правительства, расследуя, публикуя заключения под результатом дел, связанных с правами человека. Государственные служащие сотрудничали с ними и реагировали на их мнение. Правительство органа по правам человека. Обязанности обусмена по правам человека исполняет канцлер права, являющийся независимым государственным чиновником со штатом примерно 46 человек. Так как это примерно? Канцлер проверяет законодательство на предмет соответствия Конституции, проверяет соблюдение властями основополагающих прав и свобод, а также принципов ничего они не проверяют. Дает рекомендации. Канцлер права также дает министрам и органам местного управления. Ничего, он никому ничего там не дает. До него не достучишься до канцлера права. Я очень-очень там настойчиво там появлялся, там и голодовки были, и все, и все. Это все у меня на сайте есть, можете посмотреть. Дискриминация и жестокое обращение в обществе. Сексуальное допомыкательство, дискриминация, вообще все, что хочешь, отчет прям полностью. А я, считаю, весь 2022 год здесь пробыл. Правозащитники высказывали озабоченность относительно закона страны о преступлениях на почве ненависти, согласно которому выдвигались обвинения. Жертва должна доказать, что ее жизнь, здоровье и собственность или все перечисленные находятся под угрозой. Наблюдатели отметили, что такая высокая планка привела к небольшому количеству заявлений о преступлениях на почве ненависти. Дети, регистрация рождения, жестокое обращение, браки, сексуальная эксплуатация, антисемитизм, торговля людьми, акты насилия, сексуальное поведение, насилие, отношения, дискриминация. Закон запрещает людей с ограниченными возможностями. Права трудящихся Запрет на проводительный и подневольный труд Запрет на детский труд Дискриминация в отношении трудоистотворства Примемные условия труда Законы заработной платы и временной работы В стране установлен общий государственный минимальный уровень оплаты труда, превышающий уровень бедности В целом, вот тут они все время пишут В целом, в целом, власти соблюдали законы, регулирующие минимальную заработную плату Вот как бы мне обратиться в посольство это И обозначить, что вот нет возможности Вот здесь у них пишется, что Сейчас я к этому приду Вот здесь есть Значит Процедура ареста, обращение с задержанными Вот, отказ в справедливом открытом судебном разбирательстве По конституции судебная система независима В целом, правительство соблюдало Независимость и непредвзятость судебной системы Вот понятно, нет? Процедуры судебного разбирательства Конституция предусматривает право на справедливое публичное судебное разбирательство Ну где же публичное, когда там записывать нельзя, видео снимать Независимая судебная система в целом обеспечивала реализацию этого права Политические заключенные задержания Сообщение о политических заключенных и задержанных не поступало В 2022 году Понятно, не поступало А куда сообщение-то это отправлять? Вот скажите Я бы сейчас уже отправил бы Свобода самовыражения в том числе для журналистов и авторов других средств массовой информации Конституция обеспечивает свободу слова Ну как я там снял репортаж о том, что снег не почистили И назвал, значит, нечищенная жопа Европа нечищенная жопа Потому что, ну, снег не чистят, я думаю Ну, меня это возмутило Я такое название придумал Так они его мне в вину сейчас вменяют Вот защита беженцев Вообще хакшуах Ну, вот они и пишут, что Департамент полиции и погранохраны осуществляют это все Но Законно предусмотрено Вот возможность получения убежища Законно предусмотрено Предоставление убежища и статуса беженца И правительством была создана система защиты беженцев Эстонский центр по правам человека Эстонский совет помощи беженцам И другие неправительственные организации В сотрудничестве с органами власти Оказывали юридическую гуманитарную помощь Соизыкательному убежищу Представители государственной власти Власти утверждали, что доступ к юридической помощи Предоставляется на каждом этапе предоставления убежища Ну, на каком на каждом? В августе парламент принял разработанный правительственный закон Который предусматривает экстренный отказ Отъезда в страну со стороны департамента полиции Ну, это вот мы уже поняли Вот видишь, правительство предоставило временную защиту лицам, которые могли не соответствовать статусу беженцев Правительство имеет веб-сайт для украинских беженцев, который предоставлен информацией о подаче временной защиты С 9 февраля по август правительство предоставило статус временной защиты 95 тысячам украинцам, бежащим от войны По состоянию на август в стране остается 54 тысячи украинцев Лица без гражданства В 2021 году было 70 тысяч 594 человека, проживающих в стране без гражданства В январе департамент сообщил 68 тысяч 992 проживали в стране И правительство предприняло эффективные шаги по сокращению без гражданства Число лиц с неопределенным гражданством не у кого-то снижалось Вообще все они русские, украинцы и белорусы по национальности Да, выборы и участие в политической жизни Тут описано прямо все Коррупция, вот про коррупцию тоже тут сказано 20 мая бывший генеральный секретарь Центрической партии Михаил Корп и бизнесмен Хиллар Тедов Были обвинены в государственной прокуратуре в торговле по влияниям В обвинительном заключении указано Ну, это государственная прокуратура, а суд-то что сказал? В течение первых шести месяцев года сообщалось о 96 официальных коррупционных преступлениях По сравнению с С восьмидесяти, о которых сообщалось в течение того же периода в 2021 году То есть увеличилось На 16 больше Позиция правительства по отношению Ну, вот это вот, я уже все это вам рассказал Канцлер права, который должен работать Ну, он ничего там не работает 46 человек, говорят, у них там Я только с одним, с Иваром общался Позиция правительства по отношению Позиция правительства по отношению